Добрый вечер! В эфире программа Телемикс Новости. В студии Екатерина Рехтина. Мы расскажем о том, что интересного произошло в городе. И не только. Смотрите сегодня в выпуске. Проезда нет. Мост на Чечерина закрыт на ремонт. Встреча с жителями в Рио губернатора посетил Уссурийск. Отопительный сезон. Тепло поступает в квартиры горожан. Доступная ипотека для педагогов. Низкая ставка. День создания 5-й армии. 77 лет общевойсковому соединению. Гонки велосипедистов спортсмены завершили сезон. Начался ремонт моста на улице Чечерина. Сооружению необходимы восстановительные работы. Пришло время. Изменена и схема движения автобусов. Сколько продлится ремонт и какие есть пути объезда моста, расскажет Илья Аманатов. Демонтаж дорожного полотна начался на мосту по улице Чечерина. В планах отремонтировать пролеты строения, опоры, заасфальтировать проезжую часть, деформировать швы и заменить перила. Также вдоль тротуара появится леерное ограждение. Если автомобили проехать уже не могут, то пешеходы пересекают мост, но до полного закрытия пути. Преодолеть асфальтовые руины умудряются и двухколесные внедорожники. Некоторые водители на указатели внимания не обращают и едут по привычному для них маршруту. Впоследствии упираются в тупик, где работает спецтехника. Для объезда есть еще три пути. Это мост по Комсомольской, дорога по Пушкино и трасса через улицу Московскую. Автобусы будут следовать по маршруту. Чечерина, Краснознаменная, Пушкино, Приморская, Вокзальная дамба, Мельничная, Сергея Ушакова. Ремонт мешает, но делать-то надо все равно. Первый аукцион на выполнение работ объявили 1 августа. Подрядчик нашелся только со второго розыгрыша тендеров. Поэтому ремонт начался так поздно. Из краевого бюджета выделено 5 миллионов рублей. Еще 4 из городского. По плану дорожников мост откроется не раньше 21 ноября. Илья Аманатов, Алексей Шаповалов, Телемикс. Глава региона Олег Кожемяка посетил Уссуриск, где провел встречу с населением в молодежном центре «Горизонт». Горожане смогли задать самые неудобные вопросы. Больше всего уссурийцев волновала социальная сфера жизни. По уверениям исполняющего обязанности губернатора в медицину и образование края, совсем скоро вдохнут новую жизнь. Лицом к лицу глава региона Олег Кожемяка с жителями Уссуриска. Для начала краткое изложение курса развития края, в который в Рио намерен вносить кардинальные изменения. Ситуация в Приморье непростая, не скрывает руководитель. И уже определены самые болевые точки. А главное – меры воздействия на них. Вопросы здравоохранения, вопросы здоровья и высокой смертности по целому ряду заболеваний. И система кровообращения, да, это сердечная система, и новообразование, онкология, и желудочно-кишечное пищеварение, легочный туберкулез у нас зашкаливают за предельный уровень даже по дальнему востоку. И, конечно, она не может быть нормальной, потому что абсолютно не обеспечено первичным звеном, диагностическим оборудованием. Первая дотация из федерального бюджета – это 500 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования в край, часть из которого достанется и Уссуриску. Не только вопросы здравоохранения затронули местные жители. Волнует горожан ежегодная паводковая ситуация в округе, а вернее ее последствия – утрата имущества, порой жилья. До сих пор этот вопрос не решен. Тут говорили, закон вышел, не вышел порядок предоставления, потом еще не обозначены какие суммы, что, то есть конкретно еще ничего, пока это до сих пор не известно. Мы теперь ждем от муниципального образования списков тех, у кого там признаны непригодными, само решение комиссии, что дом должен быть непригодным, и информацию в этих документах о регистрации вашей. Глава региона рекомендовал ускорить процесс и обещал свою помощь в других вопросах, касающихся паводковой ситуации. Так, Уссуриску выделены краевые средства на строительство гидротехнических сооружений, которые спасут местных жителей от наводнения. Затронули люди и другие темы о воде. 21 век на дворе, а мы с бетончиками учимся на колонку за водой. Взял частный сектор. Правильно говорю? Правильно. Обратившись в водоканал, мне насчитали сумму в полмиллиона. Тонких мест в Уссуриске много, но по всем можно работать, отметил Олег Кожемяка. Руководству города он предложил разрабатывать больше различных программ с краевым софинансированием. В планах администрации округа на ближайшие три года строительство двух школ и четырех садиков, а также возведение спортивных площадок. Все вопросы незнакомы, многие мы решаем. Многие вопросы, конечно, надо, чтобы помогала краевая власть. Мы к ней обращаемся, власть нас слышит, помогает. Я думаю, что все вопросы, которые будут заданы в течение года, мы все это будем решать. Микрорайон Южный. 25 тысяч населения, два всего участковых врача. Место 80 это участковых врачей, плюс должны быть педиатры, узкие специалисты. И такая система, в принципе, по всему Приморью. Поэтому тот комплекс мер, который мы сейчас будем принимать, он позволит развернуть, скажем, специалистов в сторону, особенно первичного звена. И каким-то образом у людей зародить надежду, что эти вопросы будут решены. На образовании здравоохранения края намерен глава региона сделать упор. Так уже разрабатывается комплекс мер поддержки для молодых врачей-учителей. Будут введены подъемные и компенсация части трат за ЖКХ, а также за наим жилья. А дополнительное оснащение больниц и образовательных учреждений позволит Приморцам не чувствовать свою отдаленность от центральных регионов страны. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Вопрос установки системы Эры ГЛОНАСС также подняли у Сурицы на встрече с руководителем региона. Существует требование, по которому каждая привезенная из-за границы машина должна быть оснащена оборудованием. Его установка обходится в 30 тысяч рублей, при этом система в Приморье не работает. Олег Кожемяко намерен отстаивать интересы приморцев, ведь в этом вопросе он полностью солидарен с жителями края. Для приморцев вопрос имеет большое значение. Мы видели по тому накалу в зале, по тем отзывам, по тем просьбам и наказам, которые жители передали мне. Я думаю, что с этой ситуацией солидарны все жители Приморья, кто имеет право руки автомобилей, завезенные из Японии, и кто вынужден сейчас тратить порядка 30 тысяч на установку этого прибора контроля. Поэтому считаем, что эти действия для Приморья абсолютно неприемлемы. И в этом вопросе я буду солидарен с жителями и ответственно буду заявлять свою позицию на всех уровнях. И первый такой у нас состоится серьезный разговор во вторник с представителями федерального правительства, которые будут в Владивостоке. Именно о позиции жителях, о своих позициях, о неприемлемости этого шага мы выскажемся федеральному правительству с тем, чтобы они не принимали решений, которые противоречат интересам жителей. Водители разучились пропускать пешеходов. Неутешительная статистика аварий на дорогах Уссурийска поступила от сотрудников ГИБДД. За неделю полицейские зафиксировали 81 столкновение. 9 человек пострадали, 1 погиб. Подробнее о происшествиях расскажет Анна Клыга. Неспокойная неделя выдалась у сотрудников ГИБДД Уссурийска. Почти каждый день полицейские выезжали на аварии с пострадавшими. Во вторник вечером серьезное ДТП случилось на улице Пушкина. Водитель Митсубиси Кольт при повороте направо не уступил дорогу пешеходу. Мужчину госпитализировали с ушибами голеностопа. Утром 10 октября две машины столкнулись в районе дома Поблюхера 40. Пожилой водитель ВАЗ-2108 при повороте налево не уступил дорогу Хонди Фит, которая двигалась по главной. В итоге пострадал пассажир иномарки. Лечение амбулаторное. 11 октября стражи порядка зафиксировали сразу два похожих нарушения. Около пяти часов вечера в районе дома по Ленинградской 62 водитель Тойоты Королла не уступил дорогу пешеходам. Автомобиль вылетел на двух детей. 14-летний мальчик закрыл с собой младшую сестру. Девочка получила ссадины. У парня диагностировали ушиб левой голени. Лечение амбулаторное. В полдевятого вечера на трассе Хабаровск-Владивосток водитель Тойоты Карина нарушил тот же пункт правил и сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Мужчина скончался в больнице. В пятницу еще одно дорожное происшествие с участием детей. Машина с двумя несовершеннолетними пассажирами перевернулась в районе 6-го километра. Водитель Тойоты Пасса объезжала неровность на дороге и потеряла управление. Автомобиль опрокинулся в водосточную канаву. На пассажирском сидении были двое детей 3 и 6 лет. Младший находился в специальном кресле и не пострадал. Старший, по словам мамы, был пристегнут треугольником Фест, но получил сотрясение головного мозга. Лечение амбулаторное. Более спокойно сложилась неделя для пожарных округа. Семь раз спасатели тушили мусор, дважды выезжали на возгорание пищи. На плите один раз диспетчер зафиксировал ложный вызов. Но были и серьезные поводы для выездов. В понедельник в частном доме Паустеменко-6 горели вещи на кухне. Детям, которые надышались угарным газом, потребовалась помощь врачей. А в субботу горела машина, которая угодила в магазин автозапчастей по вине нетрезвого водителя. Пожарные прибыли на место. Оперативно никто не пострадал. Отопительный сезон стартовал в Уссурийском округе. 90% котельных уже подают тепло. Как сообщили в тепловых сетях, горячими батареи станут в многоквартирных домах, как только управляющие компании подключат свои дома. Чем быстрее это сделают, тем скорее в квартирах появится тепло. Работы по некоторым объектам еще продолжаются. Например, районы улицы Володарского запустят во вторник. Также в процессе находятся котельные номер 19 и номер 40. С 16 октября отопление будет подаваться в соответствии с графиком, который зависит от температуры воздуха. Похолодание ожидает Уссурийцев на этой неделе. Будет солнечно, но столбики термометров поднимутся до отметок всего в 12-13 градусов. В понедельник вечером облачная погода, возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до нулевой отметки. Рабочую неделю синоптики обещают без осадков, но ожидаются заморозки. В темное время суток столбики термометров упадут до минус одного, минус трех. Немного теплее будет в пятницу и в выходные. Днем воздух прогреется до плюс 16-19 градусов. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Доступная ипотека. Для педагогов низкая ставка. День создания 5-й армии. 77 лет общевойсковому соединению. Гонки велосипедистов, спортсмены завершили сезон. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Депутаты Госдумы предложили сделать День Учителя официальным выходным. Инициативу выдвинул член комитета Государственной Думы Сергей Вострецов. В России День Учителя с 1994 года отмечают 5 октября. Теперь он претендует на статус общенационального праздника и официального выходного. Экспертный совет партии власти уже рассматривает законопроект. Депутаты считают, что таким образом у педагогов появится социальная поддержка. А престиж их профессии в обществе поднимется. Также парламентарий предложил расшивить категорию граждан, которые могли бы наравне с учителями принимать в этот день поздравления. В нее бы вошли преподаватели дошкольных групп, средних, профессиональных и высших учебных заведений. Доступная ипотека для педагогов. Работникам сферы образования рассказали о новой возможности приобрести жилье с рекордно низкой ставкой от 5,5%. Подробнее об условиях краевую программу знаете далее. Ипотека стала доступнее в Приморье. Особые условия начали действовать для учителей, врачей, работников культуры и госслужащих. Инициатором проекта стала корпорация развития жилищного строительства. Администрация края идею поддержала. По условиям программы ставка на приобретение готового жилья от 6%. Прием заявок стартовал 7 сентября. То есть вот буквально прошел месяц. На текущий момент уже более 70 человек обратилось за доступной ипотекой. Стоит учитывать, что цена квадратного метра жилья в Уссурийске не должна превышать 55 тысяч рублей. Под это условие попадают квартиры в микрорайоне Радужном. Это новые дома, закрытая территория, экономия на квартплате, база отдыха рядом. В планах на следующий год начать строить детский сад на 220 мест. С рабочим штатом почти 50 человек. Преподаватели оценили такие перспективы. Я была в этом микрорайоне. Вот на сегодняшний момент, конечно, все это выглядит очень приятно. Потому что и новое жилье, компактное стоящее, и малоэтажное строительство, и вокруг природа со всех сторон ты это видишь, газоны уложенные. Кроме того, Радужный официальный партнер программы «Доступная ипотека». Поэтому теперь не нужно ехать во Владивосток подавать документы. Всю информацию расскажут в офисе компании «Вуссурийске». Тем, кто уже готов обосноваться в новом микрорайоне, застройщик идет навстречу и делает скидки на покупку квартиры. Программа «Доступная ипотека» почти не имеет ограничений. Действует на всей территории Приморского края. Позволяет использовать средства материнского капитала. Квартира в собственности или еще одна ипотека не помеха для участия в проекте. Все условия можно уточнить в офисе Радужного. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. 77 лет отпраздновала 5-я общевойсковая краснознаменная армия. Многие годы она базируется на территории Уссурийска. И День образования стал, можно сказать, семейным праздником для военнослужащих. В минувшую субботу солдаты и офицеры принимали поздравления в Доме офицеров российской армии. 5-й краснознаменной общевойсковой армии 77. Немало подвигов и легендарных воинов на ее веку. 5-я армия практически не знала поражений. Личный состав принимал участие более чем в 20 операциях в составе Западного, Белорусского и Дальневосточного фронтов во время Великой Отечественной войны. Сегодня наша 5-я армия выполняет боевые задачи достойно. Находится на большом и высоком уровне среди всех воинских соединений Дальневосточного военного округа. И безусловно продолжает славные традиции своих отцов и дедов. А началась ее история в далеком 1941 году на базе воинских частей укрепленного района и 32-й стрелковой дивизии. В годы 2-й мировой 5-я армия сыграла особую роль. Ровно 77 лет назад встала на защиту Москвы, дошла до берегов Балтийского моря. Создана в первые годы Великой Отечественной войны 5-я армия прошла славный путь, полный доблестных событий. Военнослужащие 5-й армии во все времена проявляли небывалое мужество и героизм. Сотни офицеров и рядовых были доставлены высокого звания Героя Советского Союза. 50 стали полными кавалерами Ордена Славы. Лучших представителей в погонах наградили почетными грамотами губернатора и местной администрации. Вспомнили в этот день и имена погибших при исполнении воинского долга. Среди них и бывший командующий 5-й армии Валерий Осапов, который погиб в Сирии. Его имя увековечено в названии одной из школ уссурийска. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Велосезон 2018 закрыли уссурийцы массовой гонкой. Шестой год спортсмены борются за Кубок Радужного. Число участников каждую осень увеличивается на нынешний. Октябрьский заезд. Прибыли около 100 велосипедистов. Кто успешнее всех завершил сезон, узнаем далее. Октябрьское утро оказалось теплее, чем ожидали спортсмены, поэтому на закрытие велосезона собралось много желающих. Участники от 10 до 70 лет в одной гонке, но в разных заездах. Спортсменов поделили по возрастным категориям и отправили на пробный заезд, чтобы немного ознакомиться с трассой. Внимание! Марш! Первый старт под названием нулевой заезд для самых маленьких велосипедистов. Преодолеть мальчишкам и девчонкам нужно почти километр. Кто-то держал темп на одном уровне, кто-то растерял силы перед финишем. Этим и воспользовались конкуренты. Виталий Иваченко за несколько метров до финиша обогнал несколько человек и пришел первым. Сначала, когда мы уже подъезжали к финишу, девочка начала уставать. Я ее потом, пока был момент, обогнал ее. Потом еще мальчик на БМХ начал тоже замедляться. И тогда я успела его обогнать. Тяжело было ехать? Да, очень тяжело. Школьникам до 17 лет необходимо проехать несколько кругов. Это почти 6 километров. Путь давался сложно. Некоторые спортсмены были вынуждены сойти с трассы. Один участник упал и получил травму. У другого возникли проблемы с покрышкой и двухколесного друга пришлось нести практически на руках. Участники, которые занимаются велоспортом профессионально, транспорт собирают исключительно по деталям. Каждую часть заказывают отдельно и после получают качественный велосипед. Если серьезно заниматься велоспортом, то это соответствующая техника нужна. То есть этот велосипед просто как пойти в магазин купить уже не получится, потому что он будет слишком тяжелым. Ну и много других особенностей. Естественно, что нужна специальная экипировка, чтобы в ней было удобно тренироваться в любую погоду. Прекрасный для такого возраста вид спорта. Ну, не тяжелый. Для здоровья хорошо. Для сердца. Помогает, в принципе, преодолевать немножко себя. Где-то нужно потерпеть, где-то постараться лучше за молодыми устремиться. Одни словом, советую всем и рекомендую заниматься велосипедом спорта. Самый сложный заезд в четыре круга, общей длиной почти 25 километров. Этот участок преодолевали опытные спортсмены. Кубок Радужного традиционно проводится каждую осень уже шестой год. И официально закрывает велосезон. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Частичка Парижа в Уссурийске. Мини-копию Эйфелевой башни сделали работники одной из кузниц нашего города. Металлическая статуя сразу стала сенсацией. Сфотографироваться с достопримечательностью приезжали и днем, и ночью. Наша съемочная группа нашла авторов шедевра и узнала подробности. Чтобы сделать фото на фоне Эйфелевой башни, теперь далеко ехать не надо. В Уссурийске появилась своя, только меньше ровно в 60 раз. Скульптуру сделали мастера одной из кузниц города. А все началось из-за спора двух амбициозных предпринимателей. И как-то мы сидели, разговаривались, и он мне говорит, Евгений, а правда, что вы можете все, как вы себя позиционируете? Он говорит, конечно. И даже можете Эйфелеву башню? Я говорю, легко. Я говорю, настоящую, конечно же, у нас не получится, потому что у нас объем территории не позволяет территориально. А говорю, в размерах нашей территории мы, в принципе, достаточно осилим. Мастера сразу принялись за дело, а оно оказалось совсем нелегким. Только на чертеж будущей скульптуры ушла неделя. Еще столько же на расчеты. В 13 метрах башни тонна металла. Строение серьезное, шанса на ошибку нет. Сложно, говорят, было с первым ярусом. Остальные четыре встали, как влитые. А дальше все как по маслу, да. Все как по маслу. Единственный момент – это момент потирования. Вот покраска этой башни сложной, такой трудостойкий. То есть это делается все маленькими художественными кистями. На финишную покраску ушла еще неделя. Но зато как блестит. Мастера сами не ожидали такого эффекта. Только когда собрали и увидели результат в целом, были приятно удивлены. Очень довольны были результатом, когда уже поставили последний этаж. То есть она у нас состоит из пяти конструкций. Это первый, второй этаж. И третий, четвертый – это делится по этажам. И пятый этаж – это шаг. У нас уже основание башни. Когда поставили, были удивлены, что вообще смогли такое сделать за такой короткий срок. В принципе, два с половиной месяца – небольшой срок. Сделали, справились. А еще больше удивились жители Уссурийска, когда в интернете появились первые снимки Эйфелевой башни. Люди приезжали днем и ночью целыми толпами. Иногда настолько сильно хотели фото на память, что лезли через забор на частную территорию. Сейчас пыл горожан поубавился. Но посетители всегда есть. Таким проектом очень позитивно отношусь. Это очень красит наш город. То есть появляются такие места, на которые… Как культура, красота. То есть люди даже не знали, что это просто энтузиазм. Ну, думал, это рекламная акция. Вообще позитивно к такому отношусь. Очень приятно, когда в городе такое появляется. Хотя мини-копия Эйфелевой башни полностью готова, работы на участке не прекращаются. Владельцы хотят благоустроить территорию вокруг достопримечательностей, чтобы вид соответствовал. Официально открыть скульптуру планируют в конце октября. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс. На этом пока все. Сюжеты вы сможете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и в профиле инстаграма. В студии работала Екатерина Рексина. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok